Рассмотрим суммы дробей. 1 плюс 1 вторая, это 3 вторых. От 1 до 1 четвертой, 25 двинадцатых. Если до 1 шестой, 147 шестидесятых. До 1 десятой, 7381, 2520. В чем здесь идея? Я каждый раз останавливался, дойдя до дроби вида 1 разделить на 5, где 5 простое число. Смотрим на числители. Ну, тройка, в общем, это что-то исключительное. Но, между прочим, если бы я для простого числа П равно 2 смотрел, там была бы только единица, там было бы еще хуже. В общем, 3 на 3, конечно, делится, но 25 делится на 5 в квадрате. 147, это, между прочим, 7 умножить на 21, а 21 делится на 7. 7381, это 11 умножить на 666, отнимаем, 78, 71. А 671, это 11 умножить на 61. Таким образом, если П, простое число, и при этом П больше 3, то числитель дроби, который записывает в такую сумму, обязательно делится на П в квадрате. Вот видно, что на П в кубе совершенно он не обязан делиться. 61 не делится, и 3 не делится. А вот на П в квадрате обязан. Это очень легко доказать. Смотрите, как здесь четное число чисел. Давайте объединим их в пары первой с последним, второй с предпоследним и так далее. Такая пара, каждая, будет иметь вид. Единицы деленные на К плюс единица деленная на П в квадрате. То есть, П, деленное на произведение чисел К и П минус К. Заметьте, П в числителе уже появилось. Поскольку в знаменателе у нас П нигде нет, то сокращаться ему будет не с чем. Значит, все, на П в первой степени уже получилось. И мы с вами... Смотрите, теперь на самом деле, что должны сделать. Уже про П забыли. Мы должны рассмотреть сумму таких вот дробей. Единица деленная на К и на П минус К. Где К пробегает значение от единицы до П минус один пополам. И вот если мы докажем, что у такой суммы числитель делится на П, то вместе с этим П как раз получим П в квадрате. А это не так сложно. Смотрите, когда вы интересуетесь уже делимостью на П числителя, вот это П может выбросить. Потому что мы проводим фактические вычисления по моду П. И поэтому получается, что это минус сумма чисел вида единицы делить на К в квадрате. Где по-прежнему К пробегает значение от единицы до П минус один пополам. Хорошо. Что это такое? Вы прекрасно помните, что К в квадрате пробегает все множество квадратичных вычетов. Если вы замените каждый квадратичный вычет на единицу деленную, но вы получите некую перестановку, фактически речь идет о сумме квадратичных вычетов. Надо доказать, что эта самая сумма делится на П. Ну, смотрите, в принципе, один из способов такой. Просто сказать, что можно суммировать не от единицы до П минус один пополам, а еще и вплыть до П минус один. Тогда количество слагаемых увеличится в два раза, но для числа П минус К выражение фактически такое же. Поэтому на самом деле можно сказать так, что это минус половина от суммы квадратов. Я представляю, что и один делить на К квадрат, при некой перестановке, это просто сумма квадратов, когда К пробегает значение от единицы до П минус единицы. Во-первых, есть форма. сумма квадратов вычисляется по формуле и n умножить n плюс 1 на 2 n плюс 1 и разделить на 6. Подставляя вместо n по минус 1, получаем здесь как раз множитель П, так что, если П больше, чем 3, то, чтобы не скрашивался мгновенно, то это выражение делится на П, а это и есть то, что нам нужно. Так, на всякий случай, как это может доказываться? По-разному. Один способ, известный Архимеду, просто разрезать параллелепипед прямоугольный размером n на n плюс 1 на 2n плюс 1 на 6 фигур, каждая из которых такого объема. Ну, понятно, как получается такой объем. n квадрат минус 1 квадрат и так далее. Вот это такой замечательный геометрический способ. Есть и много других более понятных способов. Например, вот по индукции. Смотрите, что мы делаем. Проверяем для единицы, здесь будет 1, здесь будет 1 умножить на 2 на 3 и на 6. Тоже антибиционный геометрический. Индукционный переход. Предположив, что вот эта формула верна, посмотрим, что произойдет, когда это увеличивается на единицу. Здесь добавляется одно слагаемое, оно добавилось. Сумма мы считаем, что по предположению индукции была такая. И нужно проверить вот это. Ну, как проверять? Лучше всего на n плюс 1 сократить, поэтому реально нужно проверить вот это нижнее равенство. n умножить на 2 n плюс 1 плюс 6 умножить на n плюс 1 6, потому что приводить общую витаминако. Это есть n плюс 2 умножить на 2 n плюс 3. Здесь можно просто скобки расстроить. Либо, смотрите, когда у вас есть многочлены второй степени, то проверив в трех точках, если огонь, то верно, мы получаем, что оно верно всегда. Ну, потому что больше, чем 3 корня, ну, то есть, больше, чем 2 корня, по такому, что не может. Вот если 3 точки совпали, то пора, значит, все. Ну, проверяем. n равно 0, здесь будет 6, 1 будет 6, n равно 1, в общем, тоже понятно, 1х3 это 3, плюс 12, 15, и здесь 3 умножить на 5. Минус 1, тоже легко проверить, вот здесь будет 0, здесь будет, ну, сколько там, минус 1 умножить на минус 1, единица, и здесь будет 1, умноженная на 1. Замечательно, вот тут при индукции такое доказательство. Есть доказательство, основанное на разность кубов. Смотрите, вот такая формула, конечно, есть, мы ее суммируем по всему h от 0 до n. Что тогда получается? Получается вот такой ответ, потому что у нас была разность, и n плюс 1 в кубе минус n в кубе, к ней прибавили n в кубе минус n минус 1 в кубе, к ней прибавили n в кубе минус n минус 1 в кубе, минус n минус 2 в кубе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И самое последнее смогаемое было 1 в кубе минус 0 в кубе, вот, а перед этим 1 в кубе вы читали, в общем, это очевидно. А значит, когда мы просуммируем правую часть, вот здесь вот я написал сумму от 1 до 1, потому что 0 все равно без смысла не представлять, и здесь тоже он стал писать 0 плюс 1, а вот здесь написал n плюс 1, потому что когда вы суммируете от нуля до n слагаемое, которое равно единице, то каждый раз получается по единице, значит всего n плюс 1. Но из-за этого, это уже все легко. Получается, потому что здесь уже понятное выражение, здесь понятно, это все знают, что n умноженное n плюс 1 пополам, и осталось просто проектировать, вынести n плюс 1 пополам, вынести. Вот здесь получился такой ответ, но я на 3 разделить не получу. Есть еще способ. Александр Васильевич, можно вопрос? Да. Я что-то не уловила момент. Да. Здесь было про квадраты, а там про кубы. Это ничего? Разность кубов начинается не с куба, а с квадрата. И вот честное слово, если посмотреть на эти вычисления, то мы посчитали все-таки не сумму кубов, а сумму квадратов. Для суммы кубов, конечно, тоже есть формула, более того, она очень симпатичная. Оказывается, что сумма кубов – это есть сумма самих чисел, возведенная квадратом, другими словами – это есть n квадрата умножить на n плюс 1 в квадрате, раздает на 4. Но это сейчас не нужно, просто нас здесь в сторону ведет. Когда берете к плюс 1 в кубе, и вы читаете к в кубе, то, честное слово, получается 3к в датом с 3к плюс 1. И, между прочим, этот прием, он, конечно, позволяет получать сумму очередных степеней. Вот если, скажем, вы хотите таким способом найти сумму четвертых степеней, если уже знаем сумму вторых, третьих, первых, нулевых, то надо писать k в пятой минус k в пятой. И они так уничтожаются. И вообще, когда мы считаем сумму кубов, то получается четвертая степень. Ну, что называется, в анализе есть такая интеграл от нуля до а, и x, в какой-то там степени, скажем, в квадрате, это есть а в кубе разделить на тре. Правильно? Ну, собственно, по большому счету, мы это не сделали. И вообще, вот это вот придумал Архимед, и картинку с проликлипедом придумал тоже он. То есть, по большому счету, это вопрос о том, как считать интеграл. Ну, а вот так уж жизнь устроена, что когда мы считаем интеграл от десятой степени, то ответ получит одиннадцатой степень делить на одиннадцать. Еще один способ. Еще один способ состоит в том, что мы умеем представлять k квадрат в виде суммы убывающих степеней, да, то есть k умножить на k минус один и плюс k. А для убывающих степеней есть в комбинаторике формула. Ну, не хочу, честно, на это долго останавливаться, но по индукции, например, или свойств чисел сочетаний можно проверить. И так тоже получается. В общем, как бы то ни было, задачу мы решили. Но вообще-то она достойна более подробного чуждения. И смотрите, что у нас получилось. Сумма квадратов оказалась делящейся на простое число p. А вот интересно, если бы мы взяли сумму k или сумму четвертых степеней, ну, можно, конечно, выписывать соответствующие формулы, как я сделал для квадратов, но предположим, что мы их еще не умеем выписывать в общем виде, потому что для квадратов хорошо, а, скажем, для двадцать восьмой степени, что там будет. Не очень понятно, что там будет. Поэтому давайте забудем про явные формулы и докажем такой замечательный факт, что если мы рассматриваем сумму степеней единиц в карты и два в карты и так далее, то эта сумма будет делиться на p, если k не делится на p-1. И эта сумма будет равна p-1, если, наоборот, k делится. То есть, если вы разводите в такую вот степень, где n будет краличьем, то ответ будет минус единица. Давайте подкратце. Во-первых, вот эта нижняя строчка, мгновенное следствие из малой теоремы фирмы. Почему? Потому что в p-1 степени у нас везде получается единица. Если число не делится на p, то в p-1 степени оно сравнено с единицей. Значит, фактически здесь написано 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 p-1 раз. Ну, значит, сравнимо с минус единицей. Все. Это следствие малой теоремы фирмы. Здесь есть два разумных способа доказательства. Один способ состоит в том, что это то, что называется симметрическая функция, вот чисел 1, 2 и далее p-1. И, ой, да, по малой теории фирмы можно считать, что k меньше, чем p-1, потому что p-1 степень сравнен с единицей, и можно k заменить на его остаток, делим на p-1. И поэтому, если мы поймем про симметрические функции все, ну, с чему они равны, то заодно поймем и вот это. Но для этого надо что-то знать про симметрические функции. Давайте сделаю так. Я сначала без симметрических функций объясню, почему же это будет норм. Итак, заменяем k на его остаток, деление на p-1, и таким образом считаем, что k меньше, чем p-1, это достаточно замечательно. Говорим, что уравнение x степень k сравнимо с единицей имеет не более чем k корней, k меньше, чем p-1, значит, существует такой ненулевой остаток, что вот это сравнение неверное. Давайте это завершим. Существует такой остаток, такой, что x в степени k несравнимо с единицей, по-моему, в любви. Хорошо. И выпишем не числа 1, 2 и так далее, по минус 1, а вот такие числа x, 2x, 3x и так далее. Ну, это уже многократно делаем. И возведем каждое из них в степень k. И что же у нас получится? У нас получится, что x из степени k можно вынести за скобку, а здесь стоит интересующая нас сумма как в степени. Хорошо. Но с другой стороны, x, 2x, 3x и так далее, по минус 1x, это некоторая перестановка на числах от единицы до минус единицы. Это вот как разно объяснялось. В частности, одно из доказательств Павла Теремфер Иванова это было основано. Вот. Значит, если я вот эту скобку обозначу в s для краткости, то это то же самое, что s. И мы получили замечательное сравнение. Интересующая нас сумма, если мы сроками в другом порядке, сравнимо с x в степени k умножить на ту же самую сумму. по-моему, я поясню. А что это значит? Это значит, что x в ка-1, он умножить на s делится на b. Вот и все. Понимаете? x в ка-1 не делилось, значит, s делится. Вот, мне кажется, очень понятное доказательство. Впрочем, есть и другой способ, тоже без знания теоремо-симметрических функций, он заключается в следующем. Мы же помним, что существует первообразный поле. Правильно? Замечательно. По простому модулю существует первообразный поле. А что это значит? Значит, мы могли выписать слагаемое не в том виде, как вот здесь 1, 2 и так далее, кроме минус 1, а через этот самый первообразный поле. Поехали. Здесь я в текущей альфа, и мы пишем 1 в ка-1, альфа в ка-2, альфа в степени 2 ка-1 и так далее, и так далее. То есть все остатки это единица, альфа, альфа квадрат, альфа в ка-2 степени. А альфа в ка-1 это уже опять единица. Ну, замечательно, вот мы и пишем, каждая в ка-2 степень здесь поручится вот так. И объявляем, что это вообще-то геометрическая прогрессия. А для геометрической прогрессии у нас есть формула. Как там вот это вот альфа в степени ка-1 это знаменация геометрической прогрессии, и, соответственно, в числителе будет альфа в степени ка-1 умножить на ка минус единица. По малой ферме форма альфа в ка-1 это единица, 1-1 это 0. Значит, получается, что это 0. И очень важно, знаменатель не 0, потому что ка было меньше, чем ка-1. Понятная идея? Единица в ка-2 степени, она вошла в геометрическую прогрессию? Ну, у вас это первый член. Ага, да, альфа. У нас есть прогрессия со знаменателем альфа в степени ка. Первый член единица. Да-да-да. Последний член. И все это собрали. Формула понятна тебе? Да. Если угодно, можно установить и проверить. Так, вот это вот, второе доказательство, оно замечает и тем, что объясняет полезный случай. В нем использована первообразный корень, и задача свелась просто в геометрической прогрессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...